Скоро в Одессе новый сезон! По-любому! Билеты на концерт.ua, укртикет и сайте дизельшоу.ком Приборы? Есть приборы. Готовность? Есть готовность. Убрать закрылки? Убираю. Выгнать курицу? А, есть выгнать курицу. Подождите, подождите. Ребята, мне нужна ваша помощь. Что, Яна, опять твой бивший на борту? Да нет, просто, понимаете, я уже восемь лет работаю стюардессой, и мне так уже изрядно надоели эти стандартные жесты. Хорошо. И я решила придумать новый, так сказать, ноу-хау. И хочу их проверить на пассажирах. Представляю эти жесты. От нас-то что нужно? Нет, я хочу проверить, все ли понятно. Давай. Хорошо. Жест номер один. И что он означает, что твоего парня вот такой маленький? Гурген Георгиевич, нет. Это обозначает, уважаемые пассажиры, нам до посадки осталось чуть-чуть. Пожалуйста, проверьте, пристегнуты ли у вас ремни. Класс. Да. Класс. Все? Да. Будем взлетать? Нет, сейчас второй еще. Смотрите. А, можно я угадаю? Я сейчас замолкаю и не буду мешать пилотам взлетать. Супер, понятно. Нет, уважните. Нет, это обозначает, уважаемые пассажиры, мы влетаем в зону турбулентности. Пожалуйста, проверьте наличие бумажных пакетов. Класс. Супер. Яночка, слушай, мы сейчас пропустим очередь на взлет, ладно? Нет, нет, и еще третий, последний. И что это? Посмотрите, у меня новое колечко. Маникюр смотри какой у меня. А, я знаю, я морочу голову пилотам и одному из них уже плохо. Женя, нет. Это обозначает, уважаемые пассажиры, не переживайте, досядем мы с одним двигателем. Я обещаю. Яна. А знаешь что? Покажи им еще вот этот жест. Что означает, шампанское закончилось. Клево, спасибо. Нет, нет, лучше смотри мой жест. Куркинки Игоревич, а что это обозначает? Это обозначает, если ты вертихвостка, сейчас же не видишь отсюда. Я тебе голову отору. В манной гейлю. Хорошо. Ну все, мы решили? Да, да, определились, все. Итак, вы хотите поехать туда, где тепло. Я правильно понял? Да, в Одессу. Хорошо. Какая Одесса, Саша? Ну а что, там по-любому теплее, чем здесь, в Киеве. Значит, оформляем Одессу? Нет, мы хотим поехать туда, где очень тепло. Ага. Да, в Одесскую сауну. Какую сауну, Саша? Там что, развлечения есть в Одесской сауне? Да, согласен, развлечений там вообще никаких, поэтому мы едем на Кимбургскую косу с палатками. С какими палатками? С двухместными. А что, там развлечений полно. Комары, пауки, гадюки. Давай, давай, возьми еще своих друзей алкоголиков. Я уже пять лет так развлекалась. То есть коса отпадает, я так понимаю. Да, мы хотим поехать в очень теплую страну. Например, та... Татарстан. Какой Татарстан? Нет, Таиланд. И чтобы там был пятизвездочный... Коньяк. Отель, Саша, отель. С видом на... Город. Не на город. Я хочу с видом на море. Я хочу тайский массаж. Хочу экскурсии. Ладно, ладно. С этим согласен. Но удобства, чтоб были, на улице. Какие удобства на улице? Ты задолбался своим диким отдыхом. Да доели эти палатки, эти гитары, комары, клещи, туалет в кустниках, друзья, алкоголики. Все, хватит, хватит. Вообще, после твоего отдыха даже Коблева покажется райским уголком. Ну, Коблева так Коблева. Я еще одна Коблева, я с тобой разведусь. Знаете, друзья мои, я поняла. Давайте я вам оформлю Таиланд, а вам Коблева. Там реально все удобства на улице. Я согласен. А что? Ну что ж, я тогда покупаю купальник. Там не как с твоими друзьями, там одетой нужно купаться. Спасибо. Да, да. Все, оформляйте. Алло, Серега, привет. Все, неделю я с вами на рыбалке. Да, берите еще на ящичек больше. Ага. Все, давай, пока. Так, женщина, Таиланд оформляйте, Коблева не оформляйте. Деньги мне верните. За Коблева. Спасибо. Ну что ж, интерн Баранов, билет номер семь, удаление аппендицита. Приступайте. Значит, для этой операции нам нужен скальпель, которым мы делаем аккуратный надрез чуть выше паха с правой стороны. Правильно? А я не знаю, правильно или неправильно. Это экзамен. А во время экзамена я ничего не знаю. А-а-а! А-а-а! Что-то не так. Что? Что? Вот это уже хорошо. Что не так? Э-э-э... Спирт. Спиртом надо было протереть скальпель, а не выпить. Нет, я вас так и учил. Ну, еще, еще думай. Чего-то не хватает. А чего не хватает? Мозгов тебе не хватает, Баранов. И знаний. Ну, думай, что у тебя пациент орет? Я не знаю. Моя девушка тоже на меня орет без причины. Баранов, я вообще не понимаю, как ты до интернов доучился? Мне Сомов все подсказывает. Ну, вот пусть Сомов тебе сейчас и подскажет. Фух. Он забыл вколоть мне наркоз. Бинго! Ты понимаешь, почему я ему автоматом поставил? Да. Вот, иди. Пересдавать будешь. Ой, блин, наркоз. Егор Григорьевич, можно на операционном столе вместо меня кто-то другой на этих экзаменах лежать будет? Ты что, Сомов, если не ты, то кто же? Кто же им будет подсказывать? Кроме тебя же эту операцию никто и не знает. Егор Григорьевич, а если кто-то действительно вколет наркоз, и я не проснусь? Ну, что, тогда, значит, твою повышенную стипендию будет получать за тебя Баранов. Мою стипендию? Я потерпел. Вот это другой разговор. Следующий. Молодец. Следующий. Здрасте. Здрасте. Нам сказали, что именно вы нам можете помочь. Скажите, а у вас есть путевки на курорт? Есть два отличных предложения сейчас, да, на Кубу и на Мальдивы. Круто. Чем они отличаются? Куба – остров свободы. Пышнокрудые булатки предложат вам отличнейший ром, пока вы нежитесь на пляже, а ваши ноги лежат теплые волны Карибского моря. Вау. Вау. Э-э, ребята. Так куда оформляем? На Кубу? А вы про Мальдивы еще не рассказали. А, Мальдивы. 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 Темнокожие красавицы смешают для вас экзотический коктейль прямо в кокосовом орехе, когда вы вернетесь с пляжа после купания в теплых волнах Индийского океана. Молодые люди, ну, так куда отправляемся? На Кубу? На Мальдивы? Куда? На работу. Не поняла. А отдохнуть? А мы уже? Вот. Да. Спасибо вам. За что? За тур по Кубе и Мальдивам. А я думала, вы в отпуск поедете. В отпуск? Вы не видели нашу Анна Кондовну? Я же держу их в главном офисе. Если вы не появились еще, тогда передай, если вечером не будет отчета, я им просто голову отрубаю. Часто? Все. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Здрасте. Некогда мне. Значит так, мне нужен тур в Турцию в июне. А хочу своим сотрудникам сделать приятное. Конечно. Значит, оформляйте десять, а нет, восемь путевок. Там два идиота не едет. В общем, как говорится, кто не работает, тот не отдыхает. Ну, это правильно. Садитесь, сейчас оформят, да? Я же сказала, мне некогда. Ага. Вот, пожалуйста, моя визиточка. Ага. Сюда, пожалуйста, путевки и оплату. Все сделаю. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да. Это и есть наша Анна Кондовна. Кто не работает, тот не отдыхает. А сама-то чего туда едет? Ребят, ну а как же вы без отпуска? Почему? Мы завтра к вам придем. Только вы знаете куда? На Гуа поедем. А я, а я на карнавал хочу в Бразилию. Расскажете? Обязательно. Пока она там в Турции будет отдыхать, мы с вами кругосветку совершим. Начальник, я, честно говоря, в шоке. Первый раз такое вижу. Вы вроде солидная контора. А что за безответственность такая? Где транспорт? Я же сказал, сейчас она подъедет. Подождите немного, пожалуйста. Блин, ну я не понимаю, кому это больше надо? Тебе или мне? Я же сказал, пять минут, подождите, пожалуйста. Пять минут? Ты что не знаешь? Раньше сядешь, раньше выйдешь. Хотите сесть раньше? Идемте пешком. Ага, пешком. Ты меня вообще не уважаешь? Мало того, что пацаны будут говорить, что я попался, так еще и будут ржать, что я до тюрьмы пешком шел? Я же вам сто раз объяснял. Напарница недавно за рулем. Ездит не очень быстро, но зато очень аккуратно. Я в шоке. Новая полиция. Может, камень, ножницы, бумага? Камень, ножницы, бумага. А это все? Ааааааа, камень, ножницы, бумага. Ну все? Ааааа! Чуть! А! Уп! Тис! А! Оба! Клоратан! Сейчас. Всё. Всё, теперь я. О, вот это не она! Извини. Приветики! У меня новенький маникюр! А у меня новый друг. И мы с Сиплым на тебя обиделись. Да. Ой, ну простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Ладно, не обижаюсь. Я так больше никогда не буду. Сиплый, а ты перестань поясничать. Едем бы часто. На руку. Жека, привет! Здорово. Ну что, наша грыжа не приходила? Бережок, я надеюсь, я получу от тебя отчет до моего ухода на пенсию. Это вообще реально? Да какая пенсия? Вы отлично выглядите. Это был сарказм. Женечка. Женечка. Доброе утро, Женечка. Как тебе спалось? Спасибо, Яна Викторовна, хорошо. Да? Спал как младенец. Ой, а я тебе тут подарочек тут решила сделать, подушечку, чтобы ты лучше спал. Спасибо, пригодится. Ты че смотришь? Ты не на нас смотри, а давай в компьютер. Хорошего рабочего дня. Спасибо. Ну? Че оно? Что это сейчас было? Ты о чем? Вот это подушечки, кофтики, вот это вот что это? А, ты об этом? Просто надо уметь находить подход к женщинам. Дружок. Так, Бережок, ты чего не работаешь? Тебя что, давно не штрафовали? Что оно? Женя. Проходила мимо и решила сделать тебе приятное. Это латы. Пенку я сама вручную взбивала. Я же надеюсь, ты любишь латы? Вообще-то нет. Я больше американы люблю. Пора бы выучить. Да, хорошо, сейчас я ее переделаю. Ты работаешь. Гипноз? Ты взял ее родственника в заложники? Ты видел ее в стрип-клубе? Что? Что ты сделал? Говори, ну! Да нет же, просто кого-то природа наделила шармом и обаянием, а кого-то ленью и разгильдяйством. Угу. Угу. Бережок места! Женечка, твоя американо и пироженка. Я сама его пекла. Как мило. Ну, другое же дело, спасибо. Я хотела спросить, а как ты себя чувствуешь? Как нога не болит? Немного. Да. Прости меня, пожалуйста, я обещаю, что впредь буду аккуратнее проезжать пешеходный переход. Я пойду. Всего доброго. Всего доброго. Покажу ногу. Ага. Шарм и обаяние, значит, говоришь, да? Бережок! Отчет! Женя, а где этот переход, а? Ну, скажи, где переход? Пожалуйста, Женя, я тебя умоляю, я не сдам этот отчет. Женечка, я прошу тебя, не молчи, говори, где переход? Ну, скажи, скажи, где, где? Недалеко. Включить автопилот? Есть включить автопилот. Ну, вот и отлично. Теперь пару часов можем отдохнуть. Я предлагаю по чашечке фруктового чая. Мариночка, зайдите к нам, пожалуйста. Я такой чай взял. Ты сейчас попробуешь, ты ахнешь. Мариночка, пожалуйста, вот того грузинского чая нам две чашечки, пожалуйста. Хорошо. С вас двенадцать гривен. Что? Каких гривен? Ну, у вас в билетах чая не указано. В каких билетах? Господи, Господи, может быть, я до этого проводницей работала. Мариночка. Сейчас все сделаю, все сделаю. Спасибо. Чувствуешь аромат? Аромат грузии. Мариночка. А вы не знаете, почему у меня датчик показывает, что туалет занят уже полчаса? Посмотрите, может там с пассажиром что-то случилось? Случилось, Гурген Георгиевич, случилось. Санитарная зона. Какая зона? Санитарная. Что значит санитарная зона, Марина? Мы пролетаем над столицей моды Милан. Ну, так что, я это сам объявил, чтобы пассажиры смогли сфотографировать столицу моды с высоты птичьего полета, а не для того, чтобы вы туалет закрывали. А если он захочет нагадить, а не сфотографировать столицу моды, а? Мариночка, откройте туалет, пожалуйста. Хорошо, Гурген Георгиевич, я открою, но только из уважения к вам. Спасибо. Скорее. И тут она выходит в свадебном платье, и я вижу ее, и у меня прямо все внутри начинает дрожать. Поднимаешь? Ряжать! Что происходит? Почему все дрожать? У нас разгерметизация. Перейти на ручное управление. Перешел на ручное управление. Что происходит? Ой, мальчики, извините, а где у нас лежат одеяла? Потому что пассажирам холодно в салоне. Какие одеяла, Марина? У нас разгерметизация салона. А это я тамбур открыла, пассажиры курить захотели. Какой тамбур? И что, Марина, закройте дверь, все зелено. Все, 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 все. Ты иди проследи за ней, чтобы она там стоп-кран не дернула. У нас есть стоп-кран? Да, это ты! Иди давай быстрее! Что это такое, а? Это мое резюме. А вот рекомендация с прошлой работы. Прекрасно. Здравствуйте. Я на собеседовании. Я прошу прощения. Я прошу прощения, здесь очередь. Ну вот и сиди в своей очереди. Вот мое это заявление. Там прошу, ну, читай. Я прошу прощения, секундочку. Так, ступок Виталий Георгиевич. Все так. Заявление. Прошу взять меня на должность директора банка. Да, директора. Скажите, а кем вы до этого работали? В водиловой маршрутке. Извините, пожалуйста. Девушка, может быть, не будем терять время и рассмотрим мое? Губами, не шлепай тут. Давай, давай. А вы тут указали, что вы работали с деньгами. Ясен Красин, я что сюда пришел, правильно, да? Короче, могу на ощупь определить любую монету. Сдачу могу кинуть на заднюю площадку одной рукой, даже не отвлекаясь от дороги. Орваную купюру лоху всучить могу за милое дело. Он даже не раздуплится. Ага, я поняла. А вы уверены, что хотите директором? Может быть, кассиром? Не-не-не, какой кассир? Ты что, это попуск сводил в кассиры? Не, я решил, директором буду. Не, если у вас какие-то напряги тут с кассирами, я могу жену притащить. Она у меня уже 10 лет кассиром работает. Я прошу прощения, девушка. Вам еще долго? Компостер закрой, а? Давай, давай. Понимаете, дело в том, что нам на эту должность нужен коммуникабельный и пунктуальный руководитель с задатками лидера. Ну, смотри сюда. Вот он перед тобой сидит. Я реально на своем маршруте, лидер, ни разу вторым не приходил. Может, у кого хочешь спросить? А вот насчет вот этой коммуни... Ну, что ты сказала? Коммуникабельность. Рот закрой, а? Вот это вот вообще не проблема. Вот смотри, я ему фыркнул, он сидит в две дырочки, дует, и ничего. Так что, давай, оформляй. Хорошо, я поняла, мы рассмотрим ваше заявление, и мы вам обязательно перезвоним. Ага. Да. Только звони с мобильного, чтобы у меня твой номер высветился, потому что ты мне понравился. Да, да. Хорошо, теперь вы, пожалуйста. Ага. Я, да. Я могу продолжать? Да, пожалуйста. Я работал директором банка оригинального развития, высшая школа финансов с отличием. Так а что ты не звонишь? Пожалуйста. Владею шестью языками. Слушайте, ну это прекрасно. А когда, если что, вы можете приступать к работе? Хоть с завтрашнего дня. Не-не, завтра он не сможет. Он завтра вообще ходить не сможет. Его маршрутка собьет. Ага. Ага. Я вам уже сказала, мне все понятно. Можете идти. Ага. Да, пожалуйста. Ага. Ну ты что, наберешь? Да, конечно. Жду. Да. Ага. Простите, бывает такое. Ничего. Вы знаете, у меня к вам единственный вопрос. А как вы с такими навыками вот так долго могли найти работу? Ага. Ну понимаете, сейчас кризис. Мало какая организация может себе позволить менеджера такого уровня. Эй, алё. А чья белая бэха стояла перед входом? Я прошу прощения, что значит стояла? Твоя? Кто ж так паркуется, как баран, а? У меня аж парктроников нет в газели. Я ж не вижу, что у меня там сзади происходит. А кстати, у тебя парктроников теперь тоже нет. Ага. И багажника тоже. Ага. Ага. Вот посмотри на него. Какой он нафиг лидер. Я тебе говорю, при первой же проблемке малюсенькой. И сдулся. А если у тебя курс скаканёт? Так вы что, всем банком будете на лекарства работать? Нет. Оформляй меня директором. Ты мёртво уговоришь. Ага. 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 Нормально так. Погуляли. Ага. А что там у меня на спине, глянь, болит? Да, у тебя там царапины какие-то. Какие царапины? Такие царапины обычно после страстного секса остаются. Чего? Да че? А ну-ка когни свои покажи. Ты че, вообще идиот что ли? Там видно, что сделано длинными ногтями. По любому кто-то с маникюром делал. Кто у нас вчера был на корпоративе с длинным маникюром? Яна Викторовна! Не может быть! Почему бы я? Я... Их ты! Кстати, что это за запах вообще? Я этот аромат ни с чем не перепутаю. У меня от него дрожь в коленях и мурашки по спине. Это запах Яны Викторовны. Ну, так. Слышь, Саня, я так понимаю, у кого-то она намечается служебный роман? Не служебный роман, а служебный рост. Ты, между прочим, сейчас разговариваешь с будущим заместителем директора. Так уж так. Слышь, Саня. Не Саня, а Александр Константинович. Александр Константинович, а вы не могли бы мне посодействовать с отпуском? Ну, мы посмотрим на ваше поведение. Ух ты, ё-моё! Что там? Восемь неотвеченных от Яны Викторовны. Соскучилась, наверное. М-м-м, сейчас шлёпну ей смс-ку. Давай. Целую в губки, шлёпаю по попке. Отправить. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А-а-а, что, проснулись офисная пьянь? Как вы со мной разговариваете, а? Кстати, где Яночка? Кто? Анна Кондовна, что ли? Викторовна. Она вчера первая с корпоратива убежала. Как первая? Ну, вот так вот. Она так бежала, что сумочку свою забыла. Ты чё, не помнишь? Ты ж как, бухло всё закончилось, достал её духи и выпил. Я выпил духи? А кто? А потом телефон ещё свой потерял, не помнишь? Нет. Взял телефон Анна Кондовна и стал сам себе наяривать. Раз восемь. Да я звонил. Ты чё, вообще ничего не помнишь? Нет. Ты чё, не помнишь, что я с тобой вчера делала? А чё это вы с ним такого вчера делали? Ну, это... Нет, 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 нет. Да, да, ты вчера заснул в коридоре, а я тебе спину я вчера расцарапала. Нина Сергеевна, вы низкий жалкий человек. Вы воспользовались моим беспомощным положением и изнасиловали меня. Ты чё, больной? Я тебя сюда тащила по коридору, а порог тебе спину и расцарапала. Свою славу Богу. Саня, эсэмэс. А где Викторовный телефон? Откуда я знаю? Сами разбирайтесь. Ты знаешь, что с нами будет, если она прочитает эту эсэмэску? Вот эту эсэмэску? Ну и как ты это объяснишь? А это я не вам эсэмэску писал. Хорошо, а кому? Ему. Да, это мне. Женя. Да. Целую тебя в губки и шлёпаю по пупке. Да. Хорошо. Шлёпай. Ты ж не будешь это делать, правильно? Ты что сделал? Женя надо. А теперь целую по пупке. Женя. На троих. На троих. На троих.